Технике квилинг Мы очень надеемся, что наши советы и рекомендации будут вам полезны, и вам придется по душе этот вид творчества. Здравствуйте! Меня зовут Наташа Фохтина, и я, как всегда, рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас с вами очередной интереснейший урок бумагокручения, или как еще называют этот вид ручной работы квилинга. Квилл, кстати, переводится с английского как «птичье перо», но, как я уже говорила в предыдущих программах, к птицеводству это занятие не имеет никакого отношения. Все эти термины объединяет один вид творчества, то есть все это название одного вида искусства по изготовлению плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Из бумажных спиралей создают цветы и узоры, которые затем используют, как правило, для украшения открыток, альбомов, подарочных упаковок и рамок для фотографий. Это искусство пришло в Россию скорее, как и в другие страны. Например, такой хоппи очень популярны сегодня в Германии, Англии и Америке. Квилинг еще называют бумажной филигранью. Это простой и очень красивый вид рукоделия, не требующий больших затрат. И, кстати, если достичь определенных навыков в этом виде творчества, то изделия из бумажных лент можно использовать так же, как настенные украшения или даже бижутерию. Мастера восточной школы предпочитают выполнять закручивание при помощи тонкого шила. При этом кончик бумаги проскальзывает и требуется очень хороший навык, чтобы закрепить ее и скрутить плотный ролл. Замечу, что подобие такого инструмента можно смастерить из толстой иглы и пробки. Я больше склонна работать именно таким шилом для квилинга, ведь делая ролл, на нем в его центре практически не остается отверстие. Смотрится это более аккуратно и тонко. Еще существуют для бумаг кручения вот такие линейки с отверстиями разного диаметра, позволяющие создавать элементы точно заданного размера. Для этого скрученные спирали кладутся в отверстия линейки, отпускаются и фиксируются с помощью клея. Также для работы используется пинцет для точного закрепления деталей на основе, ножницы и клей ПВА. Самое главное, чтобы он был налит в бутылочку с небольшим отверстием, чтобы легче было контролировать количество клея. А вот бумага – это главный материал, конечно. Для квилинга используется бумага различной плотности – от 116 до 160 грамм на квадратный метр. Окрашенные в объеме, чтобы обе стороны и срез выглядели одинаково. Хотя иногда срезу специально придают другой цвет. Наборы готовых нарезанных полосок бумаги для квилинга, разноцветные миксы однотонные, можно купить в специализированных магазинах. Если же такой возможности нет, то можно нарезать полоски самостоятельно. Ширина полосок для квилинга обычно составляет от 1 до 15 мм, а длина – от 15 до 60 см. Часто в процессе работы полоски для квилинга разрезают на части, если требуется короткий отрезок, или склеиваются вместе, если того требует размер детали. Иногда мастера соединяют полоски разных цветов для создания разноцветных спиралей. Специальные полоски для квилинга могут быть самых разных цветов и оттенков. Белые, черные, цветные, блестящие, перламутровые, с постепенно изменяющимся по длине цветом, с двойным тонированием, одна сторона светлее, чем другая. Еще у этих бумажных полос есть лицевая сторона и изнаночная. Но это вы определите визуально, когда возьмете их в руки. Помимо бумажных полосок в этой технике используют и другие продукты. Например, вот такие натуралистичные листья мастера делают из специальной бумаги. Это ханди. Корейская бумага, которая производится вручную из внешней части коры тутового дерева. При изготовлении такой бумаги используется вода, процеженная через сожженную солому, гречихи или риса. Окрашивается она только натуральными красителями. Вообще-то это чудесный материал, поскольку ханди нейтрально по кислотно-щелочному балансу. И поэтому может храниться сотни лет. Она может быть использована в различных техниках декорирования. Для изготовления фона, объемных цветов, листьев и других элементов. Вот как раз листья мы и сделаем для вот такого панно с земляникой. Чтобы нам украсить черепицу подобным ягодным декором, нам нужно вспомнить, как мы с вами делали в прошлых программах тугой ролл и ролл в форме глаза. Вспоминаем. Берем бумажную полоску, накручиваем ее на шило и клеим ПВА, крепим кончик. Это у нас с вами тугой ролл. Именно из таких деталей мы и будем делать наши ягоды. А если нашили, сделать тугой ролл, а затем распустить его на линейке с шаблонами, а потом подклеить и сформировать вот так, то есть сжать пальцами с двух сторон, то у нас получится глазик, то есть деталь, из которой мы сделаем чашелистик ягоды. Вспомнили? Тогда приступаем к работе. Итак, чтобы нам сделать вот такой кустик земляники, нам нужно приготовить лист зеленой бумаги ханди, полоски красного цвета двух оттенков шириной 0,3 см, зеленые и белые полоски шириной 0,3 см, одну желтую полоску шириной 0,5 см, флористическую проволоку, клей ПВА и клей-карандаш. Работу мы начинаем с подготовки отдельных деталей. Начинаем с ягод. У нас их должно быть три штуки. Две больших и одна маленькая. Большая ягода состоит из 15 тугих роллов красного цвета. Например, 10 роллов у нас могут быть бордовыми, а 5 штук темно-бордовыми. Маленькая ягода состоит из 11 красных тугих роллов. Например, можно сделать 8 бордовых и 3 штуки темно-бордовых. Замечу, что тугие роллы для ягод мы скручиваем из половинок бумажных полосок. Помните, я вам говорила, что их можно разрезать, чтобы детали получались маленькими? Вот эта подготовительная работа, на мой взгляд, самая утомительная. Ведь сделать за 5 минут 41 ролл вам никак не удастся. Но все же помучиться стоит, ведь в итоге вы получите очень необычную и объемную ягодную композицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее нам нужно сделать заготовки для чашелистиков ягод. Делаем их из половинок зеленых полос. Скручиваем их на шили в тугие роллы, распускаем на линейке с шаблонами, подклеиваем и формируем форму глаза. Сделать нам нужно 11 таких деталей, чтобы потом сформировать из них два больших чашелистика для крупных ягод из 4 глазиков и для маленькой ягоды из 3 деталей. Еще нам нужно сделать детали для бутона и для основания цветка. Мы скатываем тугие роллы из половинок зеленой бумажной ленты и формируем из них конусы, то есть продавливаем их с одной стороны и крепим клеем ПВА, чтобы сохранить вот такую форму. Еще нам нужно сделать серединку для цветка земляники. Берем кусочек желтой полоски, нарезаем ее бахромой, скручиваем в тугой ролл, крепим клеем ПВА и распушаем. Ну и можем переходить к сборке мелких деталей в элементы композиции. Сначала склеиваем роллы глазики в чашелистики ягод. У нас их 2 штуки, из 4 глазиков и 1 из 3. Крепим их друг с другом на капельки клея. К ним мы сразу же подклеиваем стебельки из зеленых полосок. Один делаем из целой полоски, а два из половинок. Чтобы прикрепить стебель к чашелистику, его нужно сложить пополам и склеить, но не до конца, а где-то 2 сантиметра оставить свободными. Вот именно в это место мы и вклеиваем наш чашелистик. Далее нам нужно вклеить ножки из полосок зеленой бумаги со срезанными уголком краями в наши конусы. Из одного мы сделаем цветок земляники, то есть приклеим сверху желтую серединку и по краям разместим 5 белых тугих ролла, скрученных из целиковых белых полосок. А во второй конус мы вклеим ролл в форме сердечка, скрученный также из целой белой полоски. И у нас таким образом получится бутон. Ну и теперь можно собрать ягоды из тугих красных роллов. Напомню, что большая красная ягода состоит из 15 роллов, и я их склеиваю по такой схеме. Сначала идет ряд из трех роллов, затем из четырех, затем опять из трех, и снизу идут два ролла. А сверху, чтобы ягода стала объемной, вклеиваем еще три ролла. Сверху сразу же приклеиваем чашелистик на ножки, наклей ПВА. Вторую большую ягоду делаем так же. А вот маленькая ягода собирается по другой схеме, поскольку она состоит из 11 тугих роллов. Сначала идет два ролла, второй ряд три ролла, далее опять два, и заканчиваем одним роллом снизу. Ну и для объема сверху приклеиваем три ролла. Осталось нам только прикрепить чашелистик к этой ягоде, и мы можем смело сказать, что почти все детали у нас с вами готовы, чтобы собрать вот такой чудесный ягодный кустик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Перед тем, как собрать все детали в ягодное панно, нам нужно сделать листья. Этот процесс я очень люблю и использую в работе, как я говорила, корейскую бумагу ручной работы, которая называется ханди. Итак, чтобы нам сделать 6 объемных листьев, нам нужно приготовить полоску бумаги ханди шириной в две высоты предполагаемого листика. Берем клеевой карандаш и смазываем им бумагу, которой прикладываем кусочки флористической зеленой проволоки на половину высоты нашей бумажной полоски. Проволоку мы размещаем так, чтобы можно было нарисовать листики один рядом с другим. Складываем бумагу пополам, то есть накрываем проволоку и прижимаем ее. Далее мы разрезаем полоску с торчащими проволочными хвостиками на одинаковые кусочки и вырезаем из них листья с зубчиками по краю. Чтобы листья смотрелись более натуралистично, нужно взять пинцет и вот таким образом создать на листьях прожилки. Далее мы берем листья и скрепляем их по три штуки, соединяем их полосками бумаги ханди с клеем. И можно смело переходить к сборке всей ягодной композиции. Мы берем керамическую черепицу и крепим к ней с помощью клеевого пистолета ягоды на ножках, затем цветок и бутон, ну и листья размещаем внизу и сгибаем их по своему вкусу. В общем-то, на мой взгляд, подобные композиции смотрятся очень изящно. Вы же запросто можете пофантазировать на эту тему и разместить этот кустик, ну, например, в симпатичной чашечке. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...